Русские новости 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 действительно осуществлено предательство, о котором все говорили, которого все боялись и которого предвкушали. И вот оно состоялось, вот оно состоялось. Кремль предал русских людей Донбасса, потому что русских людей и русского народа для Кремля, нынешнего Кремля, польского там в кавычках, не существует. Нас не существует или не должно существовать. Если кто вякнет, тому по башке, чтобы знали те, кто хочет считать себя русскими, что власть для них абсолютно враждебна. И действительно, репрессии, действительно репрессии происходят. Вот Дмитрий Бобров в Санкт-Петербурге почтили своим присутствием полицейские у него дома, нагрянули с обыском, конфисковали два системных блока, мобильный телефон, несколько брошюр. Дальше Дмитрия Боброва припроводили в управление по особо важным делам Следственного комитета, где предъявили обвинение по статье 282, часть 1. Дело возбуждено по факту публикации статьи «Расовая доктрина НСИН». В настоящее время Дмитрия Боброва отпустили под подписку о невыезде. То есть, стоит вам что-то такое написать, главное, что-нибудь страшное. Вот напишите что-нибудь там «Расовая доктрина» или там «Национальное русское государство», все против вас возбудят уголовное дело. А там будут разбираться уже потом каких-нибудь экспертов, каких-нибудь наберут, и они какую-нибудь чушь напишут и припаяют вам дело просто за то, что вы чего-то написали. Какие-нибудь страшные слова, типа «русский», «русский народ», «русская нация», «применили все». Вы не просто под подозрением, вас надо уничтожать. Это установка свыше самых высших этажей власти. И у нас постоянно происходит суд и ут. Вот так в рифму можно было бы оценить вообще всю судебную систему Российской Федерации, в особенности, когда она касается русских людей и русских национальных интересов. Суд и ут. 22 июня в Ленинском суде города Пензе закончился закрытый процесс по иску прокуратуры о признании книги полковника Квачкова «Кто правит Россией? Экстремистской». Разумеется, суд удовлетворил иск. Еще в прошлом году некое неизвестное лицо, как гласит материалы дела, и, как потом выяснилось, коим является бдительный сотрудник УФСБ Пензенской области, обнаружил и приобрел при понятых в книжном магазине на улице Володарского в свободной продаже эту книгу полковника Гру Владимира Квачкова, находящегося в колонии по обвинению, ложному, конечно, обвинению, в организации, как сказано выше, вооруженного мятежа. В результате в суд со стороны прокуратуры был направлен иск о признании этой книги экстремистской. Ответчиком было определено издательство, выпустившее книгу. В качестве третьего лица представителем автора выступала жена полковника Надежда Квачкова. Первое заседание состоялось в ноябре 2014 года. Суд проходил в закрытом режиме. Конечно, мы непременно опубликуем имя судьи, а также экспертов, подлинных негодяев нашего времени, которые оболгали книгу Владимира Квачкова и написали всякий бред безграмотный и бесстыдный. Этих людей я обязательно назову, и специальную передачу мы посвятим именно этому приговору, именно этому судье, именно этим экспертам. И всей этой шайке, которая издевается над славным полковником, который защищал нас от внешних врагов, теперь защищает от врагов внутренних, как может, находясь в заключении. А в Орле апелляционная инстанция оставила в селе приговора организатору митинга, который не обеспечил явки ответственного за медицинское обеспечение. И заменил это лицо другим лицом. Вот, оказывается, это страшное нарушение. Суд счел это жестоким правонарушением и наложил штраф в 20 тысяч рублей. Притом никаких правонарушений не было. Какая статья нарушена? Нет, нарушен порядок проведения массовых мероприятий. А за это, неважно, что ты нарушил, неважно, что ты нарушил, оказывается, дальше свобода интерпретаций для так называемых правоохранителей, праворазрушителей на самом деле. Вот они и наинтерпретировали. Статьи административного кодекса они указать не могли, но сказали, что было нарушение, неважно какое, неважно какой степени, 20 тысяч рублей. Апелляционная инстанция посвятила вопросу три заседания, что вообще редкостный случай. Казалось, что судья вменяемо склоняется к отмене абсурдного приговора. Но нет, вся разумность судьи свелась к тому, что он снизил размеры штрафа до 10 тысяч рублей. Ну, видимо, идти против начальства для судьи очень тяжело. У нас говорят про какой-то независимый суд, так он зависим более чем когда-либо. Он абсолютно зависим от мнения чиновника и от той политической конъюнктуры, которая заказывает вот такие неправосудные решения. Новокузнецкая апелляционная инстанция оставила в силе абсурдный приговор Юрия Бубенцова за фотографии в сети, на которых попались колавраты РНЕ. Другой суд отклонил иск Юрия Бубенцова о защите чести и достоинства против разнустанного журналиста, применившего против патриота гнусные обороты речи, клеветнические выдумки и определения нацист, фашист, предатель и так далее. Я думаю, что об этих делах мы тоже в специальных передачах расскажем, подробно назовем имена и вот этого гнусного журналиста, который оклеветал патриота Юрия Бубенцова многие годы, борющегося за права русских людей в Кузбассе. Русские в застенках режима. В Сыктывкаре арестованный два месяца содержится в тюрьме лидер русского движения Республики Коми Алексей Олегович Коллегов и трое его соратников из движения «Рубеж Севера». Суд продлил срок ареста лидеру рубежа Севера Алексею Коллегову до 28 августа. Не помогли положительные характеристики и ходатайство известных общественных деятелей. Также не сыграло своей роли то, что у Коллегова на Иждивене находятся двое детей и что он является не просто общественником, но предпринимателем, дающим работу и средства к существованию многим сыктывкарцам. Доводы следствия, поддержанные прокуратурой, состояли в том, что коллега, будучи привлечен в прошлом году к выплате штрафа, представляет общественную опасность. И эти доводы были признаны судом весомыми. Видимо, находясь под домашним арестом в собственной квартире, коллега, по мнению следствия, способен отстреливать педофилов из окна собственной квартиры. Также следствие считает, что, находясь под домашним арестом, коллега может оказывать воздействие на свидетелей и потерпевших, а также связываться с находящимися в международном розыске своими соратниками и обсуждать с ними то, что ему стало известно в результате следственных действий. Вот, ну вот, пишет в сети один из соратников коллегова, что ему стало известно немножко другое, чем предполагает следствие. За два месяца содержания коллегова под стражей с ним практически не совершалось никаких следственных действий. Это обычное дело, издевательство, которое обычно распространяется на всех политических заключенных. Не проводят следственных действий, человек просто сидит в тюрьме в крайне тяжелых бытовых условиях, крайне угнетенный психологически, и подвергающийся издевательствам, которые для него придумывают следствия и те, кто содержит вот эти места лишения свободы. Коллегов лишь был ознакомлен с результатами прослушки своего мобильного телефона и телефонов других фигурантов дела. Среди прочего, правоохранители прослушивали телефонные разговоры охотников за педофилами непосредственно в момент совершения ими тех деяний, которые они сейчас квалифицируют, как тяжкие преступления против личности. То есть защитники прав и свобод граждан прекрасно были осведомлены о готовящихся акциях и знали о месте и времени их совершении. И ничего не сделали для того, чтобы предотвратить тяжкие преступления против личности. Наверняка вот это вот дело против Коллегова было раскручено с помощью начальства, которое вдруг решило, что теперь это не просто забавы молодых людей, которые ловят вот этих извращенцев и тем самым помогают обществу, а это преступление. Что должно было случиться, чтобы правоохранители изменили свою позицию и бросились на защиту вот этих несчастных педофилов? Ответ прост. Кремлевским педофилам пожаловались сыктывкарские. И команда побудила правоохранителей защитить извращенцев и преподнести всем нормальным людям урок. Отныне извращенцы под защитой людей в погонах и с оружием. Мы должны это помнить. Если в североамериканских штатах теперь извращенцы будут совершать ритуалы бракосочетаний по всей стране и вот эти гомофильские браки везде теперь разрешены, то в Российской Федерации абсолютно то же самое. У нас любой протест против педофилов, против гомосексуалистов, против этих извращенцев, которых, конечно, не просто надо пороть, а надо изолировать на всю оставшуюся жизнь, я так считаю. Другие, может быть, по-другому, другие, может быть, мягко оценят вот эту ситуацию с разрастанием извращенческих наклонностей на территорию Российской Федерации. Но мы теперь видим на стороне извращенцев МВД, следствия, суды и другие структуры. Вся система российской государственной власти, по крайней мере ее правоохранительная часть, находится на стороне педофилов. Поэтому если ваших детей когда-нибудь изнасилуют, знайте, что вся вот эта структура сверху донизу является виновниками. А исполнителем является какой-нибудь придурок, какой-нибудь педофил. Они там все переженились, понимаете, они все составляют вот эту педофильскую мафиозную группировку, которая проникла в самые высшие органы государственной власти. Я знаю это очень хорошо по своей практике в Государственной Думе. Я видел этих голубых, я видел этих педофилов и знаю, кто конкретно, именно фракция ЛДПР, я прямо говорю, фракция ЛДПР – это спонсор всех вот этих извращенцев. И там был еще такой Митрофанов, потом он перебежал, его с удовольствием приняли «Справедливая Россия», и теперь он исчез за границей, спрятался, потому что против него возбудили какое-то дело. Вы думаете по педофилии? Вы думаете по поводу извращенцев? Вы думаете по поводу гомосеков каких-нибудь? Ничего подобного. Есть достаточно и сейчас в Государственной Думе тех, кто продолжает защищать все вот эти безобразные трансформации человеческой личности, которые превращают человека в животное. И вот эти животные правят нашей страной. Русской мобилизации. К сожалению, очень мало таких новостей. 3 июля этого года мы празднуем разгром Хазарского каганата войсками русского князя Святослава Хороброго. Ну, Храброго по нынешнему произношению. Автопробег в честь этой славной даты состоится в Волгограде от Ворошиловского до Красноармейского района в 14.00 3 июля, повторяю, 3 июля в 14.00. Сбор с тыла площади Советской у Цветного киоска в 14.30. Выдвижение до Красноармейского района в 16.00. Культурная программа от Дома славянской культуры. Требуются люди с транспортом или пассажиры с имперскими флагами. Обязательно на древках. Приходите. Еще раз повторяем. Это Волгоград, 3 июля, 14.00. Автопробег. Желаем всем успеха. Еще раз о демографической катастрофе. В книге «Демографический кризис в России мирного времени», вышедшей в 2010 году, господин Эберштадт представил российскую демографическую ситуацию как катастрофическую, сравнив ожидаемую продолжительность жизни и уровень смертности граждан России с аналогичным показателем в беднейших странах мира. Тезис на содержание монографии Эберштадт изложил в статье «Умирающий медведь», опубликованной в журнале «Форин ФС» в 2011 году. И вот теперь с этим автором беседуют корреспонденты, он кратко излагает свои мысли. Вот эти мысли, я их цитирую по той публикации, которая мне попалась. Мне кажется, что много очень точных высказываний. И вот что пишет Эберштадт. В моем представлении Россия переживает глубокий кризис человеческих ресурсов. И он начался не сейчас, он длится уже полвека. Заметим, что и при советской власти этот кризис начался, и он был инспирирован там. А теперь наследники этой советской власти сидят в Кремле и продолжают этот кризис. Для чего, мы поймем или уже понимаем. За это время этот кризис набрал огромную инерцию. Свернуть с этого пути теперь очень сложно. Паттерны рождаемости в России очень похожи на европейские. Но при том, что в европейских странах уровень рождаемости может быть меньше необходимого для восстановления популяции, это не такая уж и большая проблема. Сокращающееся население Германии не мешает ей процветать, а ее гражданам богатеть. Проблема не в размере населения, а в человеческом капитале, здравоохранения, образовании, производстве знаний. По каждому из этих пунктов Россия находится в глубоком кризисе. Возьмите ситуацию со смертностью. Конечно, она меняется от года к году, но, честно говоря, все равно остается катастрофической. Ожидаемая продолжительность жизни 15-летнего мужчины из Гаити выше, чем у россиянина, можете себе представить. В Гаити 15-летний парень будет жить дольше, чем русский 15-летний парень. По этому параметру российский мужчина находится даже не в третьем, а в четвертом мире. У женщин положение лучше, но лишь ненамного. Ожидаемая продолжительность жизни 15-летней девушки находится в России на уровне наименее развитых стран. Она меньше, чем у камбоджиек. Если посмотреть на мужчин и женщин вместе, перспективы выживаемости в течение трудоспособного возраста у граждан России хуже, чем у жителей Эфиопии. Где голодовки, где вообще нет никакой промышленности, ничего там нет в Эфиопии. И это необычайный парадокс. Ведь мы говорим об урбанизированном обществе с высоким уровнем грамотности, в ситуации мирного времени. Это началось давно, и в постсоветскую эпоху ситуация фундаментально не улучшилась. Поэтому все разговоры, а там что-то, как будто бы что-то предпринимает правительство, это все ложь. Понимаете, все ложь по поводу демографии. Ни одного правдивого слова от правительствующих структур в Российской Федерации не было никогда. С первого же выступления Путина по этому поводу в 2001 году и по сей день. Все, кто общается с русскими, отмечают, как много среди них талантливых, обладающих большим потенциалом людей. Но это практически никак не проявляется, не выходит наружу. Вот небольшой пример. Число международных патентов, выдающихся патентным бюро США, изобретателям из России, в пересчете на количество людей с университетским образованием трудоспособного возраста, находится примерно на уровне Либерии, где вообще никакого образования, никакой науки. Это выглядит очень странно. Можно пойти еще дальше и посмотреть на структуру российского экспорта, на ту его часть, которая связана не с полезными ископаемыми, а с людьми, с услугами, которые они производят. Российский экспорт услуг невероятно слаб для страны такого размера, с таким доступом к образованию. Все это указывает на то, что происходит настораживающий кризис, но это так мягко Либерштат выражается, человеческих ресурсов. Потенциал людей попросту не раскрывается. Почему? Виновата в этом власть. Власть. Ельцинско-путинская. Международный патент – это очень грубый показатель. По многим причинам он может быть непоказательным. Например, значительная доля производственных знаний может быть связана с секретными военными разработками. Возможно, существуют какие-то структурные барьеры, которые ограничивают справедливую конкуренцию патентов. Хотя для других стран я таких барьеров не знаю. Опять же, не все патенты настоящие. Бывают, например, так называемые оградительные патенты, которые в действительности не отражают производство знаний. Но ведь ситуация с публикациями в международных журналах очень похожа. С тех пор, как Китай вышел из самоизоляции, число работ китайских ученых на ученых журналах растет очень быстро. А количество статей российских ученых находится в стагнации. И Россия – одна из очень немногих стран в мире, где есть такая стагнация. Эти два наблюдения – патенты и публикации – как минимум хорошо согласуются друг с другом. В России живет 5% всех трудоспособных граждан мира, закончивших учебные заведения, как минимум уровня колледжа. При этом население России – 2% от мирового. На этом фоне крохотное количество международных патентов, выдаваемых гражданам России, просто шокирует. Утечка мозгов происходит не только в России, но и из Индии, Китая, Бразилии. Но ситуация в этих странах совершенно другая. Желание переехать в страну, которая предлагает больше экономических возможностей, естественно, но переезд талантливых ученых и инженеров из этих развивающихся стран не мешает им демонстрировать замечательную динамику в производстве знаний. Конечно, утечка мозгов дает какой-то эффект, но в других странах утечка мозгов тоже есть, а результаты совершенно другие. По уровню среднего и высшего образования Россия демонстрирует отличные результаты. Все люди из России, с которыми я общался, пишет Эберштадт, прекрасно образованы, но это не дает никакого заметного внешнего выхлопа. Мне не приходит в голову ни одна другая страна мира, где при таком высоком уровне образования была бы такая низкая, ожидаемая продолжительность жизни. Принято считать, что образование – это своего рода прививка. Но хотя средний россиянин учится больше лет, чем средний француз, здоровье граждан этих двух стран очень сильно отличается в противоположную сторону. Образование в России не преобразуется в человеческое благосостояние. Я не знаю, почему, я только могу наблюдать этот феномен и отмечать его. Мы же знаем, почему. Мы знаем, почему. Такова власть, издевающаяся над народом, ненавидящая его и наживающаяся на нем. Что я могу сказать наверняка, так это то, что когда россияне оказываются за пределами России, у них сразу все становится хорошо. Хорошо, покидая российскую среду, люди начинают процветать. Не все, не все, конечно, но подавляющее большинство ученых это точно находят себе работу за рубежом и прекрасно себя чувствуют. Не знаю, что за проблема находится внутри черного ящика, но она там точно есть. Мы знаем, что это за проблема. Высокий уровень преждевременной смертности в России достигается совершенно по другим причинам, чем в Гаите или Эфиопии. В Эфиопии одна из наиболее распространенных причин преждевременной смерти – болезни, связанные с нищетой, недостатком гигиены и пропитания. В России другие проблемы – хронические болезни, сердечно-сосудничество и заболевания, травмы. Здесь пьют много водки, а в Эфиопии нет. Если Россия планирует приблизиться по уровню смертности к странам Европы и США, нужно что-то предпринять в самой структуре причин смертности. То есть начать, наконец, бороться с алкоголизмом, который захлопнулся просто как гробовая крышка над нашим народом. Делает что-нибудь правительство Российской Федерации для того, чтобы прекратить эти водочные доходы, которые получает бюджет? Ничего, ничего, вообще ничего. Постоянные мысли о мрачных перспективах, отсутствие надежд – все это может воздействовать на жителей России намного сильнее, чем, например, на жителей Греции. Если бы удалось разобраться, как и почему мировоззрение, ментальность подталкивают граждан России к рискованному образу жизни, стало бы понятно, как перевернуть ситуацию. Даже если какие-то вещи, на первый взгляд, глубоко укоренены в культуре, в традициях, это не значит, что их нельзя быстро изменить. Смотрите, в России так много людей погибает от болезней сердца. Если просто научить граждан России, начиная с определенного возраста, ежедневно принимать аспирин, то уже это спасло бы десятки тысяч жизней каждый год. Это только один маленький шажок, но он совсем недорого стоит и его легко сделать. Я долго занимался Южной Кореей еще 30 лет назад, там была ужасная ситуация с продолжительностью жизни, а сейчас, по этому показателю, Корея – лидер Юго-Восточной Азии. И это все за время жизни одного поколения. И у нас ельцинско-путинская власть – это время жизни одного поколения. Что сделано по сравнению с Южной Кореей, извините? Ничего, ничего. Только грабеж, больше ничего. Знаете, на свете никогда не было энергетической сверхдержавы, ее вообще не может быть. В прошлом году экспорт товаров и услуг из России был ниже, чем из Бельгии. Бельгия – крошечная страна. Мне кажется, что сделать Россию богатой страной и по-настоящему крупной экономической державой можно было бы, раскрывая потенциал живущих в ней людей, а не добывая полезные ископаемые. Совершенно верно. Да, ожидаемая продолжительность жизни возросла, но она все равно мала. До сих пор нельзя утверждать, что современная Россия достигла по этому показателю уровня советских времен. Можно было бы предположить, что стагнация ожидаемой продолжительности жизни – это какая-то естественная вещь, но мир вообще становится все здоровее. Так что все наоборот. Естественная ситуация – это постоянный рост продолжительности жизни. В России его нет, и наверняка стоит задуматься над причинами. Самый важный невосполнимый ресурс – человеческое время. Его нельзя вернуть, оно уходит и никогда не возвращается. И время напрямую связано с благосостоянием. Время – вот чего нам больше всего не хватает. Мы должны сделать его главным приоритетом, и тогда получим путеводную звезду для нашего будущего. В том числе речь идет и о времени жизни, и о времени правления вот этой хунты, которая у нас такая же, как и на Украине. Такая же русофобская хунта. И поэтому мы живем мало. И поэтому умирают дети, поэтому умирают люди в трудоспособном возрасте, поэтому мужчины не доживают, едва только доживают до пенсии, а сейчас еще пенсионный возраст. Возраст уже, как я предсказывал, решено уже, все, он будет повышен, они собираются его повышать по 6 месяцев в течение года. И они будут это делать, пока мы будем хлопать варежкой и считать, что там в Кремле за нас все решат. И есть такой очень умный, маленький, лысенький человечек, который все понимает лучше, чем мы. И нет лучшего человека на должность президента России. Вот он все понимает, и он все сделает. Пока мы будем так себя вести, так мы будем реагировать на эту отвратительную, мерзкую, коррумпированную, продажную, изменническую власть, мы будем умирать. И не будет у нас времени, не времени, чтобы жить, как все, как другие народы, как такие народы, которые не более цивилизованы, чем мы. И чтобы жить столько же, сколько живут французы, немцы, американцы, англичане и даже китайцы, нам не дают жить столько, сколько положено жить современному человеку. И не дают жить так, как положено русскому человеку, который заслужил достойную жизнь всеми поколениями его предков и своей пытливостью, своей способностью к наукам, своей способностью достойно трудиться и приносить пользу обществу. Казенные земли. Казенные земли. Многих сейчас это взволновало. 80% земельных ресурсов в еврейской автономной области контролируется сегодня китайцами. Так сказал исполняющий губернатор региона Александр Левенталь в ходе Петербургского международного экономического форума. Вот так уже целый субъект федерации захвачен китайцами. Когда меня назначил президент, ко мне кинулись инвесторы. Мы знаем, что вы сельскохозяйственная территория, будем развивать сельское хозяйство. Но в управлении сельского хозяйства мне сказали, что земли для инвестиционных проектов нет, потому что вся земля роздана на лоскутки, порезана. Где-то есть российские фермеры, но по моим данным 80% земли контролируется китайцами. Законно, незаконно, разными способами. В результате сельскохозяйство идет в тупик катастрофе. 85% земель засаживается своей культурой, которая убивает землю, если 2-3 года ее сажать. Но хотя бы честно губернатор сказал об этом. Но, видимо, недолго ему на этой должности находиться, потому что молчал бы в тряпочку, был бы целее. А тут прямо сказал, что целый субъект федерации находится в тупике. Заключены такие договоры, которые России невыгодны. Сельскохозяйство будет убито и 80% территории земель, которые пригодны для использования сельскохозяйственного, захвачены китайцами. Кто это все сделал? Предыдущий губернатор, предыдущий представитель президента, который без сомнения об этом знал. И сам президент. А что, он не знает, что творится у нас в стране? Разве он не знает, что китайцы у нас заселили в Дальний Восток? Да знает прекрасно. Это является его целью. Кто не понимает. Между делом Владимир Путин заявил о желании встретиться с премьер-министром Японии Синзо Абе для обсуждения вопроса о статусе южных курил. Вроде как все время японцы проявляли инициативу. Здесь Путин проявил инициативу. Отвечая на вопрос о спорных территориях, Путин якобы заявил, что считает эту проблему решаемой, но при этом не уточнил, каким образом. Ну, наверное, он же отдал уже кусок территории Китаю. Теперь, наверное, Японии собирается отдавать. Ждет только удобного момента и хорошей цены. Разумеется, не для бюджета Российской Федерации. Кто же будет в бюджет эти колоссальные деньги складывать? Создаст какую-нибудь компанию, посадят своих ближних бояр. Они все растащат, разворуют. Это обычное дело. И Россия лишится стратегического выхода из Охотского моря. Это является целью японцев, ну и целью предательской изменнической хунты, которая правит в Кремле. Действующий премьер Японии Синзо Абе в ходе своей предвыборной кампании назвал вопрос о возвращении Южнокурильских островов один из приоритетных. Кроме того, Япония активный участник санкций против России. Ну, а теперь как раз самое время договориться, может быть, о снятии санкций и о сдаче Курил. Каким способом? Это уже Путину виднее. Спрашивайте у него. Напомним, что Путин – организатор передачи российских территорий под Хабаровском, Китаю, на Кавказе, Азербайджану. Что есть очевидный подрыв территориальной целостности нашей страны. Все речь – преступление. Жулики в правительстве Российской Федерации. Они устроили из международных финансов воровскую схему. Мне напомнили, что все 2000-е годы правительство Российской Федерации размещало нашу нефтяную ренту в госбумаге США и стран ЕС. Почти сразу же правительство и корпорации занимали деньги на том же Западе, но под более высокие ставки. В этом лохотроне только на разнице в процентных платежей мы потеряли 2-3 миллиарда долларов в год. И это продолжалось десятилетия, может быть, больше. С 2002 года по 2014 годы сумма, уплаченная западным финансистом Дании, по самым скромным оценкам, составляет 20 миллиардов долларов. Теперь американский Минфин с тревогой констатирует снижение объема американских госбумаг в резервном портфеле Российской Федерации. Они уже привыкли доить Российскую Федерацию через эту обманную схему, организованную Минфином, правительством и президентской администрацией. Теперь им кажется, что маловато, поэтому они, может быть, и вводят санкции, говорят, давайте, возвращайтесь к прежней схеме. Давайте, теряйте по 2-3 миллиарда долларов в год на том, чтобы кредиты подешевле, дешевые кредиты давать, а дорогие покупать за рубежом. Очень здорово устроились. Миллиард туда, миллиард сюда. Правительству Российской Федерации и правящей группировке наплевать. В Госдуме состоялась презентация трех архитектурных проектов нового парламентского центра, который появится в северной части Мневниковской поймы в Москве. Макеты презентовали ООО «Стройгазкомплект», архитектурная мастерская Евгения Герасимова и партнера, и ООО «Моспроект-2». Победитель будет выбран в конце июня, в начале июля. Строительство должно начаться в следующем году. Площадь парламентского центра должна составить около 345 тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в полтора миллиарда долларов. Это когда у всех кризис, у них просто праздник. Парламентский центр будут строить. Мало, наверное, как-то мало, и зарплата маленькая, и мест мало для парламентариев. Другое дело, что они никого не представляют, нам бы вообще для них метр на два метра площади и хватит, наверное. Придурки, как всегда, о придурках. Вслед за полетом на Луну в Кремле придумали новый амбициозный проект. На этот раз в Крыму. Жители полуострова смогут вскоре получить собственный космопорт, чтобы каждый кремчанин и гость Крыма смог совершить путешествие, по крайней мере, на околоземную орбиту. А может быть на Луну или на Марс. Вот в Сочи потоп, потому что зачем городу ливневая канализация, когда все мы улетим на Луну? В зимнюю Олимпиаду ливня не планировалось, поэтому обошлись без этой канализации. Но, видимо, обойдутся и без народа Российской Федерации. Все соберутся в какой-то момент и отправятся на Луну или на Марс, а там заодно уже будет что-то подготовлено для жизни тех захребетников, которые разрушают нынче нашу страну.